Ваше мнение о церковной проблеме, которая в последнее время стала в обществе. Для всех тех, кому дорога христианская история в нашей маленькой Абхазии, для всех тех, кому дороги воззрения верующих людей, то, что случилось, это очень плохо. Все церковные проблемы должны решаться внутри, и это нельзя выносить за пределы церкви. Но так случилось, что то, что, видимо, долгое время там накапливалось, это вырвалось наружу. Мы со своей стороны имели в виду, прежде всего, дать возможность встретиться сторонам, и ваш покорный слуга для этого немало сделал. Но все-таки нам не удалось в этом смысле, в светском понимании, примирить стороны. Тут никакое вмешательство государства, тем более грубое вмешательство, недопустимо. Мы что-то можем советовать вам, как гражданам, что-то можем говорить, то, что не оскорбляет ни чье достоинство, и не будет похоже на вмешательство в церковные дела. Вот мое понимание этой ситуации. И я, конечно, за то, чтобы все в конечном счете благополучно разрешилось. Нам очень важно, чтобы в обществе был мир и в части веры. Мы за мир и согласие в церкви. Распространение наркомании, роста числа наркоманов, резкого омоложения этой проблемы, я отношусь так же остро, как и вы. Есть две стороны одной медали. Одна носит исключительно уголовно-правовой характер, другая носит исключительно медицинский характер. Наркомания – это медицинская проблема, и государство должно заботиться об этой проблеме. У нас в Абхазии на сегодняшний день практически нет никаких условий для серьезной работы с больными людьми, с наркоманами. Нет, к сожалению, условий. Те специалисты, которые работают уже долгое время на энтузиазме, им большое спасибо, но этого явно недостаточно. Нам, к нашему общему сожалению, придется изыскивать деньги и думать о соответствующей лечебнице, или открытого, или закрытого типа. И теперь последняя сторона. Это правоприменительное, уголовное. Наше законодательство, некоторое время назад, опять-таки, из благих побуждений, настолько ужесточило уголовные санкции, что в то место, где мы содержим осужденных людей, стали попадать не распространители, не изготовители, а наркоманы, в карманах у которых оказалась какая-то доля наркотического вещества, которое подпадало под уголовное наказание. А санкции в этой статье очень строгие. И многие из них получили 8-10 лет. Что с моей точки зрения, с точки зрения правоприменительной, неправильно. Это большая ошибка. И эту санкцию, эту статью придется немного подредактировать и четко разграничить ответственность за хранение большого количества наркотиков, за сбыт, за изготовление. И, само собой, совершенно другая ответственность должна наступать за употребление. И тут надо подходить очень дифференцированно. Нужна ли вообще эта ответственность уголовная за употребление? Или нужна дисциплинарная ответственность? Я имею ввиду административную ответственность прежде всего. И если мы не позаботимся, все родители, близкие, соседи, все люди, государство, все структуры, то нам серьезной беды не миновать. Это не может не влиять очень отрицательно на состояние всего общества. Спасибо. 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 Спасибо.